Привет, ребята, на связи с вами Серега. Мы продолжаем занятия по курсу HTML Master. Спасибо за то, что ставите лайки моим видео, мне действительно очень приятно. Итак, мы сегодня начинаем новую обширную тему под названием «Формы на сайте». Поэтому прямо сейчас перейдите, пожалуйста, в редактор, откройте страничку page2.html. И здесь, прямо под нашей таблицей, которую мы совсем недавно забабахали, заведите новый тег h3 с надписью «Формы на сайте». И здесь мы начнем создавать нашу форму постепенно с каждым уроком, делая ее все лучше и более продвинутой. Итак, формы создаются при помощи тега form. Давайте мы его напишем. Это парный тег, и уже все элементы формы задаются внутри этого тега. И давайте сейчас мы зададим два простеньких элемента при помощи тегов input. Сразу говорю, что вот по этому тегу, это очень мощный тег input, мы будем делать отдельный урок и, возможно, даже не один. Итак, сейчас давайте мы посмотрим, что получилось. Видим, вот наша супер-мега-крутая форма с двумя полями. Теперь давайте мы нашему тегу input первому зададим атрибут type со значением текст, вот так, а второму тегу input зададим атрибут type со значением submit. Так, submit. То есть это текстовое поле, а это означает будет кнопка. Если мы сейчас проверим наш сайт, то вы увидите, вот наше текстовое поле, вот кнопочка «Отправить». В принципе, текст кнопки можем поменять. Давайте мы здесь допишем еще один атрибут value, в котором напишем кнопка, чтобы было понятно, да? Отлично. Смотрим, что получилось в итоге. Видим, да? Итак, как я говорю уже вам, мы атрибут input со всеми его, точнее, тег input со всеми его атрибутами будем разбирать позже. А сейчас наша основная задача разобраться с атрибутами, которые касаются тега form. И сегодня мы эту задачу убьем. Итак, смотрите. Если мы сейчас с вами здесь, например, создадим надпись «Сергей» и нажмем на кнопочку, то обратите внимание, страница перезагрузилась, к адресу добавился вопросительный знак, и форма опять у нас чистенькая и свеженькая. Так вот, для того, чтобы форма отправляла данные на сервер, то есть на почту куда-то и так далее, необходим специальный обработчик формы. Мы его затрагивать в рамках этого курса не будем, потому что это уже язык программирования, а у нас HTML. И смотрите. Путь к обработчику формы задается при помощи специального атрибута, который называется action. Action равняется, здесь указываем адрес. Так как у нас нет обработчика, здесь поставим знак решетки. Дальше. Следующий атрибут, тоже очень полезный, называется name, который указывает уникальное имя формы. Давайте мы, например, здесь напишем my form. Обратите внимание, что имя формы используется в основном в языках программирования, например, как JavaScript, чтобы получить доступ к форме и обрабатывать его при помощи этого языка. И здесь очень важно, чтобы не было русских символов, пробелов и каких-то спецсимволов. То есть должна быть латиница, и причем вы должны соблюдать регистр букв. То есть если вы здесь указали большую букву M, то и в языке программирования тоже указываете большую букву M. Это, пожалуйста, соблюдайте. Так, думаю, с этим тоже понятно. Следующий атрибут называется acceptcharset. Вот он у нас появился. И здесь мы указываем кодировку, в которой форма будет отправлять данные на сервер. То есть по умолчанию будет идти кодировка, которую используется на странице UTF-8. И мы ее чуть-чуть можем поменять. Давайте мы здесь напишем, например, тоже UTF-8. Можно, например, Windows 1251. Но суть, думаю, вы этого атрибута уловили. Так, следующий атрибут называется enctype. Enctype указывает способ кодирования данных, который будет отправлять форма. Итак, по умолчанию стоит значение application и вот эта длинная надпись. Давайте мы его первым и разберем. И смотрите, это значение указывает, что все символы в нашей форме, то есть начиная от пробела, пробел будет заменяться знаком плюс, а все русские буквы будут кодироваться в 16-ти ричной системе или там в значениях 16-ти ричных. Ну, чтобы я этого вам не объяснял, а вы поняли на примере, давайте мы, например, откроем сайт под названием Fox Tools. Здесь у нас есть кодеры, видим, и здесь есть URL. Перейдите, пожалуйста, сюда и смотрите. Например, у нас есть кодировочка UTF-8. Да, выбираем ее. И здесь напишем, ну что напишем, давайте напишем привет. Привет. И нажмем отправить. Обратите внимание, что у нас здесь появилась вот такая вот 16-ти ричная запись. Вы, наверное, часто встречали вот такие адресные строки, вот с такими процентами, да? Это значит, что там используются русские буквы и они кодируются сразу. Если мы здесь напишем, например, пробел и добавим Сергей, обратите внимание, отправляем, видим, что наш пробел заменился плюсиком, то есть вот так это работает. Если мы, например, здесь поставим восклицательный знак, а привет заменим на hello, давайте на английском, hello, нажмем отправить, то, видимо, латиница у нас не кодируется, то есть все нормально отображается. Пробел заменяется плюсиком, а русские буквы Сергей, они заменяются вот этими самыми процентами, 16-ти ричными значениями, так скажем. Вот так все дело работает. Отлично. Двигаемся дальше. Следующее значение. Так, давайте я тут сразу возьму. Multipath form data. Это значение указывает на то, что данные вообще никак не будут кодироваться. И, насколько я знаю, оно применяется в тех случаях, когда необходимо отправить файл через нашу форму, то есть тогда указывается вот этот тип кодировки. И последний тип, называется он text plane, так, видим, для текстовых писем, да, то есть здесь кодируются только пробелы, пробелы заменяются знаком плюс, а вот буквы, в том числе и русские, и другие символы, они остаются без изменений. Вот так это все дело работает. Следующий параметр, точнее атрибут, называется метод. И он указывает, при помощи какого метода форма будет отправлять данные на сервер. То есть здесь мы можем указать либо get, либо post. И разница в том, что get, он позволяет отправить ограниченный объем данных, то есть там, по-моему, до 4 килобайт. А post, он уже позволяет отправлять данных больше. Ну, здесь, в принципе, форма в основном всегда отправляет только текст, поэтому параметра get хватает за глаза. Так, следующий, давайте мы тут напишем get. Вообще, давайте вот это уже поубираем. Так, следующий момент, следующие два атрибута, они будут касаться уже непосредственно HTML5. То есть они появились в HTML5, это новые атрибуты. И первый атрибут называется novalidate. Validate. У него нет значения, просто пишется атрибут, и это означает, что форма не будет проверять, делать проверку своих полей. То есть по умолчанию мы дальше, когда будем работать с тегом input, я вам покажу, как настроить проверку, чтобы браузер проверял корректность заполнения данных, то есть валидацию формы. Но если этот атрибут стоит, то проверка не выполняется. Так, и последний атрибут, называется он autocomplete. Вот он. Он указывает, будет автоматически заполняться наша форма, поля формы или нет. То есть по умолчанию стоит значение on, и вы, если хотите увидеть на практике, как работает autocomplete, вы его уже знаете. Например, когда я захожу на свой сайт и здесь начинаю писать admin, то у меня сразу выскакивает подсказка. Либо, если вы уже заполняли, два раза щелкаем по полю, и видим, опять-таки подсказка выскакивает. То есть вот так работает autocomplete. И суть его в том, чтобы указать off, если мы используем какие-то пароли. Обратите внимание, что этот атрибут autocomplete, по умолчанию еще раз напомню значение on, мы можем указывать не только форме, но и ее элементам. И, например, если у вас идет поле с паролем, то там, конечно же, необходимо указать autocomplete off, то есть чтобы подсказок никаких вообще не выводилось. Ну, думаю, с этим понятно. Так, поэтому сейчас вот это все убираем. В принципе, на сегодня с тегом FOM покончили. Ставьте лайк этому видео. На связи с вами был Серега. До скорых встреч.